25 апреля Национальное радио Чуваши отмечает первый юбилей. Пять лет со дня выхода в эфир. Юбилейный год радищики решили отметить проектом Дни Национального радио в районах республики. На этой неделе марафон приняли жители Канажского района. Наша съемочная группа отправилась вместе с коллегами. Со своими радиослушателями журналисты Национального радио Чуваши встретились в здании администрации Канаша. В зале был полный аншлаг. Канажцы были рады увидеть тех, чьи голоса звучат в их радиоприемниках и желали творческому коллективу еще больше интересных передач. Я радио, Национальное радио, ежедневно слушаю. Они у меня и днем, и ночью передачи ведут. И при том, Чувашское радиовещание, оно передает такие красивые песни. В рамках марафона радиожурналисты разделились по интересам. И уже дальше каждый из них общался на свои темы. Старший редактор радио Роза Деменцова отправилась в пенсионный фонд. Владимира Егорова интересовали вопросы культуры на селе. Валентина Громова познакомилась со знаменитыми писателями района. Родион Архипов пообщался с афганцами. Олег Прокопьев, начальник продюсерского центра, по традиции отправился в гости к мастерам прикладного искусства. В этот раз в двери нашей съемочной группе распахнула семья Николая Миронова. Он занимается вязанием крючком. В 1986 году он лишился ног. И в трудное время его поддержали родители и супруга. Именно она подтолкнула Николая к созданию таких шедевров. Платки, салфетки, подушки и даже предметы одежды. Все это связано руками Николая Миронова. В безденежные времена он и своих детей одел. Сначала схему зарисовывал в тетрадь. Сейчас черпает идеи из интернета. Его работы участвуют в выставках. Об этом говорит множество наград. Правда, о себе народный умелец предпочитает молчать. Перед камерой смущается. В честь пятилетия национального радио Николай Миронов подарил Олегу Прокопьеву пять памятных салфеток и вязаную лошадку. Какая красота. Вообще не всякий может вязать такую красоту. На этой неделе эфир национального радио «Чуваши» украсит выпуски из Канажского района. Оксана Замятина, Николай Яковлев, Республика.